Всем привет! Помните анекдот про белых медведей? Когда медведица с медвежонком сидят на льдине, и медвежонок спрашивает, «Мам, а у нас в роду бурых медведей не было?» Он говорит, «А что случилось, сынок?» «Да понимаете, мёрзну я тут!» «Так же и я. Вот сижу тут в куртке у себя в мастерской и мёрзну, потому что у меня на всё это помещение, на зал тут на мастерскую всего одна батарея, и вот тут у меня ничего нету, никаких батарей. Поэтому здесь весьма прохладно. Ну, градусов 10, наверное. Ну, да ладно. Читая комментарии, понял, что очень многие просят продолжить тему с советскими блёснами. Ну, поскольку у нас ещё три дня назад было плюс 7, а сегодня минус 20, то, сами понимаете, с рыбалками у нас швах. На лёд выйти сейчас, ну, очень, скажем так, стрёмно, потому что, я ещё раз говорю, у нас три дня назад на водохранилище открытая вода была. И сейчас выходить на водохранилище и играть в игру под названием «Угадай, где вчера была промоина» крайне не хочется. Это только спешнёй, а пешни у меня нет. Поэтому давайте поговорим ещё о колеблющихся и вращающихся блёснах. Поскольку мне за полгода ещё подписчики прислали довольно интересные подарочки. И вот в том числе была такая замечательная коробка. Посмотрите, это от завода «Военоход». Родная упаковка, подарочный набор блёсен. В этой коробке далеко не все блёсны из этого набора. То есть, подписчик как? Он что-то из этого набора, что-то он просто положил, ну, то, что у него было ещё, просто мне в подарок. Вот так это примерно выглядит, показываю. Я блёсны все по каталогу посмотрел, что-то там подписал, ну, что-то и так знаю. Но давайте поговорим об этом. Тут много блёсен есть тех, которых у меня нет. А есть и те, которые повторяются, какие у меня есть. Сейчас камеру поставлю поближе. И мы начнём. Так, ну что, посмотрим на то, что прислали. Я ничего не сортировал, ребят. Они тут в хаотичном порядке просто подписаны. Поэтому давайте начнём, наверное, с того, что и так мы все знаем. То, что у меня есть, это прям сразу. Вот такая блесна ложка. Обычная ложка. Ложка один написано. И вот она ещё точно такая же ложка. Вот они две. Это классические ложки просто от разных заводов. Откладываем. Кстати, ещё есть одна ложка. Вот она. Весит 8 грамм. Вот если вы видите блесну, у которой вот так вот ржавчинка, да, вот смотрите, я ничего с этим не делаю. Специально не чищу, потому что она так, естественно, не выглядит и прекрасно будет ловить. Это очень лёгенькая ложечка, но очень хорошая. Поехали дальше. Всем известно, это классический шторлинг. Мы о нём уже говорили, поэтому говорить особо не будем. Вот есть ещё две вот такие абсолютно одинаковые блесны. Довольно, кстати, грубо сделанные. Но вот они по каталогам бьются либо как Байкал, либо как какая-то очередная версия Норриджа. Две абсолютно одинаковые блесны. Клейма нету, но будем считать, что, ну, пускай это будет либо Байкал, или очередной Норридж. Форма, как видите, с ложкой не похожа. Поехали дальше. Вот есть вот такая интересная блесна. Казалось бы, это фактически тот же шторлинг по форме, но у неё есть вот грани. Вот так вот, раз-раз. И вот здесь раз-раз и центральная грань. Эта блесна делалась на Украине, она была либо как шторлинг Украинского общества охотников и рыболовов в Киеве, либо, как я уже выписал, она была, билась как блесна успех от завода Сокол, тоже Киев. Вот такая блесна. Ну, фактически, это тот же шторлинг, просто с гранями. Далее поехали. Ну, это, сами понимаете, опять классический шторлинг. Мы сейчас пока идём по шторлингам. Тоже грубо достаточно сделан, но, в принципе, абсолютно рабочая блесна. Вот такая вот, в принципе, тот же шторлинг. Вот ещё одна замечательная блесёнка. Как видите, вот такая ребристая, длинная. У неё вот здесь стоит и клеймо. Завод, по-моему, Сатурн. Я плохо вижу. Но эта блесна называется Пахра. У меня есть такая блесна уже в коллекции. Но вот мне всегда жалко ловить блёснами, когда они у меня в одном экземпляре в коллекции есть. Поэтому, вот, слава богу, теперь у меня есть две, поэтому можно будет ловить полноценно. Но мне кажется, она прям очень будет рабочая. Вот эта блесна вообще отличная. Далее классическая блесна, которую все знают, которую я люблю, которую я ловлю. Это блесна Фои. Она очень тоненькая, она лёгкая. Я про неё уже говорил. В идеальном состоянии. Вообще, по-моему, эта блесна даже воды не видела. Всё, даже вот крючок блестящий весь. Вот просто идеальное состояние у блесны. То есть, состояние новой блесны. Ещё одна блесна, которая у меня уже была на обзорах. Вот такая. Она тоже с клеймом. Это блесна Шерна называется. Вот такая интересная блесёночка. Я сейчас пока говорю про те блесны, которые вот у меня либо были, либо я это стопроцентно вздаюсь. Но сейчас мы подбираемся к тем блеснам, которые я не знаю. Вот блесна. Она вроде как похожа на ложку. Но не ложка. И вот тут опять же возникает вариант. Она бьётся каким-то каталогом, как блесна Кама. Но не факт. Возможно, это какая-то разновидность Нориджа. И здесь нет ни одного клейма. Поэтому пока что я не могу ответить на вопрос. Кто знает, тот пишите. Вот ещё одна интересная тоже блесёночка. У меня, по-моему, в коллекции она есть. Эта блесна бьётся по всем каталогам, как блесна, играющая от завода Сатурн. Хорошая такая судаковая блесна. Очень интересная. И вес у неё вполне так прям приемлемый. Ну вот, я забыл сразу сказать. Это классический атом. Причём атом лёгкий. Очень тонкий. То есть не обычный атом. То есть обычно атомы всё-таки делались достаточно толстыми. А это, посмотрите, это очень тонкая блесна. Она, по ощущениям, весит, ну, грамм 8-9, наверное, всего. Она очень лёгкая. Вот в наших условиях, наверное, было бы вот ей очень неплохо половить у нас на водохранилище. Кстати, я попробую обязательно. Очень лёгкая тонкая блесна. Но это атом. Классический атом. Вот ещё одна блесна, которая у меня есть в коллекции. Уже мне один из подписчиков прислал целый набор с такими блёснами. Это блесна сениш. У меня есть целый набор. Вот тут лежит на полочках целый набор лежит сенижей. И это просто займёт место в этом наборе. Вот она, блесна сениш. Классическая блесна сениш. Прям всё как есть. Вот блесна, которая тоже у меня присутствует в коллекции, но в единственном варианте. Это Кесспиннер. Это завод МДО рыболов-спортсмен. Вот так вот. Кесспиннер. Отличная блесна. Прям абсолютно 100% рабочая. На нашем водохранилище работает великолепно. Кстати, блёсну надо тоже всегда показывать вот так ещё. Потому что, знаете, когда на фотографиях вы видите либо так плоскость, либо так плоскость, очень сложно понять, какой у блесны общий изгиб. И иногда из-за этого происходит путаница. Это к вопросу о вот этой блесне. Потому что в каталогах я её видел либо вот так, либо вот так. И поэтому я решил, что это блесна Норвега от Балтики. Но не факт. Потому что у Норвеги вот здесь всё-таки какой-то более, мне кажется, есть больше изгиб. Поэтому вот кто знает. Но это не Шторлинг. Это больше похоже на блесну Норвега. Вот. Интересная блесна, которой не было у меня в коллекции, ребят. Вот это вот блесёнка. Это блесна Неман. Завод Сатурн. 15 грамм. Цена 25 копеек. Вот это шикардосная блесна. Просто шикарная. Очень напоминает мне Женеву. Вот эта блесна должна 100% играть. Просто 100%. Я обязательно попробую её летом. Вот такой блесны у меня никогда не было, если честно. Это прям кладезь. Вот ещё, ребят. Очень интересная блесна. Этой блесны тоже у меня не было. У неё есть чёткий вот такой овал и плоская часть. Бьётся она либо как блесна Днепр, либо устирка. Разные заводы могли выпускать эту блесну под разными названиями. Но, смотрите, плоскость, свыпуклость и вот такой вот он овал. Не ловил. Ни разу у меня не было такой блесны подобной. Но будем тоже пробовать. Вот тоже блесна, которая у меня где-то в коллекции вроде как есть. И бьётся она как клязьма. Но, опять же, есть вопрос. Потому что в каких-то каталогах она бьётся как клязьма, а в других каталогах она бьётся как какая-то неизвестная. Вот очень интересная тоже блесна. Я даже выписал название. Называется «Рыбка малая». Вот так выглядит. У меня тоже такой блесны нет. Именно вот эта характерная раскраска с красненькими глазками, рёбрышками. Рыбка малая. Вот одна из классических вертушек. Вот, кстати, такой у меня нет. Называется «Универсальная от военно-охота клеймо стоит». Рёбрышка характерная у неё вот здесь. Хорошая рабочая вертушка. Вот есть ещё две вот таких вертушки. Это блесна «Нарва». У неё три сменных лепестка шло в коллекции. По-моему, я что-то уже про них говорил. Трёх цветов были, по-моему, белый, латуневый и чёрный лепесток. И вот ещё одна блесна, которая также шла в наборе. Это был набор «Ильмень» от «Военно-охота». Эта блесна называется, вот я тоже себе выписал, «Свирь». Вот одна из тоже известных блёсен. Она каталожная вся. У неё написано «Эта блесна Орион». 22 копейки стоила. Вот такая вертушечка. Обратите внимание. Вот ещё одна блесна. Тоже под названием «Универсальная», как уже до этого у меня была. Но у неё чуть-чуть по-другому грани. Но это и другой завод. Это завод я выписал. Это завод «Сокол». То есть та была универсальная «Военно-охот», а эта универсальная от «Сокола». Чуть разная форма, чуть по-разному идут грани. У той грань шла сверху, здесь грань идёт снизу лепестка. И тут как бы образуется такой треугольничек. Но это тоже блесна универсальная. И вот ещё две блесны, которые бьются у меня по каталогу, как «Ракета-2». Вот, заметьте. Вот с таким лепестком. Есть ещё подобного вида блесна окунёвая, но у неё лепесток вот сюда вытянут. А здесь лепесток округлый. Ещё вот есть один лепесток. Долго я искал название этой блесны. Здесь ребрышки, чешуйки, глазик. Но потом всё-таки в одном из каталогов я нашёл, что эта блесна надёжная. Но у меня от неё только лепесток. Значит, нужно будет её сделать. И в довершении у меня ещё есть две блесёнки. Две совсем мосипусеньких блесны. Это блесна «Малютка» от «Военной охоты». Она бьётся по всем каталогам. То есть, всё как бы с ней понятно. И вот не нашёл название вот этой блесны. Кто напишет – молодец. Вот эта блесна «Твоенная охота». Почему-то она мне не попадалась нигде. И у меня... Что-то не нашёл я её. Не знаю почему, но почему-то я её... Может быть, я просто упустил этот момент. Но пишите название. Вот как-то такой обзор подарков от подписчика у меня получился. Что-то у меня есть своё в коллекции. Что-то уже появилось новое. И ещё две блесны напоследок покажу. Тоже прислали подписчики. Но это прям бомба. Первая блесна. Это блесна «Ложка чешуйчатая». В родной упаковке. Ребята, заметьте. Я её даже достану. То есть, эта блесна даже воды не видела. Ложка чешуйчатая. Вот ложки чешуйчатые у меня в коллекции нет. Подписчик мне их прислал две штуки. Одну я подарил тестю своему, как любителю подобных вещей. Вот. Будет у меня в коллекции ложка чешуйчатая. И ещё одна бомбезнейшая блесна. Я не помню. По-моему, я её не показывал. Это блесна с родной коробочкой. Ну, как с оформлением, с родным. Это Тауракский завод Прибалтика. Тауракский завод элементов вычислительных машин. Оглона. Оглона. 60 копеек. Вот такая замечательная блесна Тауракского завода. Но, ребят, это уже раритет. То есть, вот найти такую блесну в родной вот такой упаковочке, чтобы она воды не видела. Ну, я не знаю. Это нереально. Это фактически коллекционный экспонат. Мне даже ловить ей жалко. Просто бомба. Просто бомба. Ну, а за сим, как говорится, пока-пока вот такой получился выпуск о новинках. Дальше я посмотрю, что у меня вообще в принципе скопилось. Рассортирую и, может быть, какое-нибудь ещё итоговое видео сделаю. Просто по каким-то распространённым блеснам или по каким-то вот именно редким. Который сложно найти. Пока!